Здравствуйте, это программа Город С, и я Елена Чернявская. В последнее время сплошь и рядом можно услышать слова руководителей о том, что для улучшения работы компании и повышения эффективности управления переменами необходимо изменить ее культуру. Однако, несмотря на столь высокий интерес, корпоративная культура все еще остается для многих менеджеров чем-то туманным. И все же она играет действительно важную роль в реализации перемен, уверена моя сегодняшняя гостья. Екатерина Иртикеева, эксперт в области корпоративной культуры и лидерства. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Елена. Ну, давайте мы с вами побеседуем. И в одном интервью я прочитала ваше высказывание о том, что задача руководителей делать сотрудников героями. Такой вот интересный подход. Скажите, пожалуйста, зачем? Ну, знаете, говорится о том, что герои – это главное действующее лицо как бы любого произведения. Соответственно, и сотрудники наши должны чувствовать себя главными действующими лицами в компании, в организации. Они должны понимать, что от них зависит. Они должны понимать, на что они могут повлиять. Потому что в противном случае мы вообще не можем говорить о том, что они будут приносить какую-то пользу. То есть они будут просто, тупо выполнять прописанные алгоритмы. Вот вы сейчас, наверное, имели в виду марионеточек, да, которые главный режиссер дергает за ниточки. Можно так сравнить? Или все-таки, наверное… Да, можно, можно так сравнить. Ну, к сожалению или к счастью, прошли уже те времена, когда можно было заранее предусмотреть любые проблемы, которые возникают в деятельности компании. Когда наличие точно прописанных алгоритмов было целесообразно. Сейчас же у нас в УКО мир, то есть все постоянно меняется. И сотрудники действительно должны быть, иметь определенную смелость, да, вот тоже такое геройство, принимать решения. Они должны не бояться принимать решения. Они должны обладать креативностью, чтобы эти решения принимать. Поэтому, да, конечно, сотрудники должны быть своего рода героями. Ну, сотрудник сотруднику рознь. Есть обычный рабочий, есть руководящий состав, есть президенты, директора и так далее. Мы сейчас о ком говорим? Я говорю вообще про всех. Про всех. Конечно, про всех. Я, например, приведу такой пример. Очень развитый, например, в западных авиакомпаниях. То есть, например, когда вы летите самолетом, у вас возникает какая-то проблема. И вы высказываете претензии стюардессе. То есть у стюардессы есть возможность принимать решение о компенсации ваших неудобств в размере, ну, там, например, может быть, если вы летите бизнес-класс 10 тысяч долларов, а если вы летите эконом-классом в размере 1000 долларов. Ей не нужно связываться с руководством, ей не нужно уточнять. Это ее компетенция. Это ее компетенция. Она знает, что в рамках вот этих пределов она может принять решение о том, как компенсировать то неудобство, которое вы испытали. И это снимает вообще большие проблемы в коммуникации и очень как бы повышает клиентоориентированность бизнеса. Ну, подождите, неужели в трудовом договоре не написано тот список обязанностей, который человек выполняет, когда он устраивается на работу? Причем здесь корпоративная эта культура? Конечно, обязательно прописывается, да, перечень обязанностей, когда он принимается на работу. Но в рамках любых обязанностей все может пойти, Елена, совершенно по-другому. И сотрудник должен чувствовать, что он может принимать решение, исходя из этого. То есть, если, например, вы отвечаете, ну, давайте приведем какой-нибудь раз. Да, пожалуйста, вот здесь какие-то примеры, да? Ну, я расскажу свой любимый пример про компанию, опять-таки, западную Запас. То есть, это компания, которая, с одной стороны, занимается доставкой обуви, электронной торговли. Но у них в корпоративной культуре прописано максимальное удовлетворение любых потребностей клиентов. То есть, если вы позвоните в их колл-центр, вы, в принципе, можете задать им любой вопрос. И есть хрестоматийный пример, который описан во всех учебниках. Владелец этой компании, Тони Шей, вместе со своими друзьями отдыхал в Лас-Вегасе. И они захотели заказать пиццу. И не знали, где им заказать пиццу в Лас-Вегасе. И они решили, ну, мы сейчас позвоним в колл-центр Запаса и узнаем, что нам интересно ответит сотрудник колл-центра. То есть, угловная компания, да? Да, они позвонили, сказали, что вот мы сейчас находимся, ну, пускай в Лас-Вегасе, что мы находимся в Лас-Вегасе, хотим заказать пиццу и не знаем, где адрес доставки. Не могли бы нам помочь. Оператор на минуту задумался, там сказал, разрешите, я вам перезвоню. Перезвонил и дам им полную раскладку о том, где они могут заказать пиццу в Лас-Вегасе. Естественно, в следующий раз, когда они захотят заказать обувь, они всегда будут помнить этот пример о том, что один раз они туда позвонили по другому вопросу, и с ними были очень милы, с ними были очень, к ним были очень заботливы. Потому что все можно сейчас автоматизировать, но вот это персональное отношение автоматизировать нельзя. Вот не могу с вами согласиться, действительно яркий пример. Но вот действительно ли, что успешные сотрудники, они вот больше вовлечены в работу, более эффективно взаимодействуют с клиентами, вот сейчас, как вы как раз сказали, да, между собой, они обладают большей производительностью, инициативностью, и вот как результат действительно приносит компанию большей прибыли? Да, это так. Есть тоже один такой тоже хрестоматийный пример про вовлеченность. То есть что вообще такое вовлеченность? Когда ты, опять-таки, руководствуешься не только своей инструкцией, а когда ты вообще руководствуешься пониманием принципов компании, пониманием целесообразности компании. Вот сейчас я пришла, например, чуть пораньше, вы со мной были очень милые, вы меня посадили, сказали, Екатерина, отдохните там, воды вам. Вы же могли бы сказать, так, вот мое время начинается в 15.30, вот в 15.30 Екатерина станет моим гостем. До этого времени я вообще к ней никакого отношения не имею. Когда сотрудник идет по коридору компании, он видит, что, например, что-то упало, он поднимет. Когда он, например, там, польет цветок, который не входит вообще в его компетенцию поливать. Мне кажется, человеческие какие-то качества переживания, свое воспитание, образование, своя жизненная позиция, в конце концов. Ну, а кто сказал, что корпоративная культура – это что-то как бы чуждой человеческой природе? То есть как раз вопрос в том, что почему-то у нас очень долго насаждалось, что все, что на работе – это жесткое, твердое, алгоритм, инструкция, делай раз, делай два. Да, вот если ты, марионетка, тебя дернули, ты как бы двинул рукой. Если тебя не дернули, ты рукой не двигаешь. Но на самом деле это не так. Вот мы все время, когда говорим, что надо руководителям больше делегировать, руководители должны больше делегировать. Да, можно, конечно, делегировать, но нужно делегировать тем людям, которые к этому готовы, которые тоже готовы брать на себя ответственность, и которые могут вот все, что мы им делегируем, они могут все это делать. Потому что есть сотрудники, конечно, которые говорят, дайте мне больше заданий, дайте мне больше заданий. Есть сотрудники, которые говорят, нет, вот у меня вот тут прописано вот от А до Б, и, пожалуйста, больше ничего мне как бы не давайте. Екатерина, вот пользуясь, как говорится, случаем и возможностями, очень хочу задать вам вот такой вопрос. От многих своих знакомых, которые работают в очень крупных, успешных компаниях, слышала вот такие установки. То есть на работу четко там с 9 до 6, очень четкие графики, очень четкий строгий дресс-код, шаг вправо, шаг влево, ну, в буквальном смысле увольнение, да, не расстрел, конечно. Свободы, действия, поведения, раскрепощенности нет, четкие задания, руководство там и так далее и тому подобное, малейшая ошибка, штраф. Как вообще вот здесь может распространяться корпоративная культура? Либо она есть там внутри, но вот она так нивелирована и незаметна, что вот это и есть может быть культура. Да. Понятен вопрос? Да, вопрос мне понятен. И прям у меня будет такой ответ много составной. Пожалуйста. Во-первых, даже если мы не занимаемся корпоративной культурой, она все равно существует, да, в любой компании. Но она может быть, например, токсичной, она может быть, там, например, неприятной какой-то, то есть культура в любом взаимодействии людей существует культура. Создает ее руководитель как устав? Может быть, ее создавать руководитель как устав. Если, например, руководитель пришел в коллектив, который уже давно сложился, эта культура может распространиться на него, если руководитель, например, слаб характером, да, и, ну, есть, не случайно есть такая фраза, что культура есть стратегию на завтрак. То есть та культура, которая есть в компании, она является более важной даже, чем те стратегические планы, которые мы пишем. И возвращаясь к ответу на ваш вопрос про компании со строгим дресс-кодом, строгой корпоративной культурой. У меня тоже был опыт работы в большой компании, где руководитель считал, что у нас все должно работать как конвейер. Он мне говорит, ну вот у Форда же все работало на конвейере, почему у нас не может работать как на конвейере? И вот я долго не могла даже для себя придумать такие аргументы, чтобы ему объяснить, почему у нас не может работать как на конвейере. Ну потому что то, что делали сотрудники на конвейере Тома Форда, сейчас могут делать автоматы, роботы и так далее. А то, что делаем мы, автоматы и роботы делать не могут. Если мы хотим в людях развивать, опять-таки, я говорю, креативность, умение коммуницировать друг с другом, наверное, мы должны давать им пространство для этого. Я не отрицаю, что есть такие компании, где очень важен дресс-код, и очень важно, чтобы для приходящих людей, для клиентов все это выглядело примерно одинаково. Ну, например, клиенты какого-нибудь банка. То есть понятно, что сотрудники банка, у них есть единая униформа, может быть, так клиентам и удобнее, например, у нас там пожилые люди, они видят, что все примерно одинаково выглядят, и понятно, к кому обращаться. Но в таком случае, значит, у вас должно быть что-то внутри, где, например, я знаю, что я вот, например, если я как на фронт-офисе отработала лицом компании строго, то потом у меня есть там и какое-то корпоративное общение. Я знаю, что мы так как бы друг друга подменяем. Ну, даже, опять-таки, если мы говорим про банки, то у них обязательно есть еще внутри какое-то корпоративное общение, более раскрепощающее, потому что, действительно, человек, который работает только жестко, твердо, там, с 9 до 6, он очень быстро выгорает. Вы здесь имеете в виду, наверное, какое-то неформальное общение, корпоративные праздники, выезды и так далее. Общение друг с другом. С друг другом. А вот вы как эксперт поддерживаете ли вы неформальное общение вот на праздниках, опять же, сотрудников с руководством, с большим руководством. Вот как вы считаете, это нужно делать? Правильно ли это или это не нужно? Я считаю, что это нужно делать. Но, опять-таки, я бы не хотела, чтобы мы рассматривали под внутрикорпоративным общением только как бы корпоративы. Очень много есть интересных. Различных конференций, семинаров, конечно, когда люди уже общаются. Вот есть тоже такой, как бы, опыт, например, у американских пожарных есть правило, что они обязательно должны обедать вместе. Потому что, как бы, со времен первоработной культуры, первоработной корпоративной культуры, совместный прием пищи является, как бы, знаком того, что мы другу доверяем. И я помню, когда вот я пришла возглавлять дирекцию города-организатора по чемпионату мира 2018, и мне нужно было быстро влиться в коллектив и быстро наладить контакт хотя бы там с основными ключевыми сотрудниками, мы тогда пошли в одну из самарских пиццерий учиться делать пиццу. То есть, и для меня это было, как бы, мы что-то делаем вместе, мы наравне в этом проекте, и потом вместе мы или ту пиццу, которую приготовили. Ну вот, все же, Екатерина, создает ли лидер корпоративную культуру, или наоборот, вот культура все-таки определяет лидера? Как вы считаете? Я думаю, это зависит от того, кто сильнее. Если ты сильный руководитель, ты можешь прийти в компанию, где уже сложилось, и ты сильный руководитель, и у тебя, скажем так, есть за тобой силы, которые позволяют тебе принимать любые, в том числе, кадровые решения. Вот если ты приходишь, и ты видишь, что корпоративная культура сложилась токсичной, если у тебя уже есть опыт управляющей работы, то ты довольно быстро поймешь, кто является источником, носителем этой корпоративной культуры. И здесь нужно иметь возможность с этими людьми расстаться. Вот у меня у самой, как у руководителя, очень долго была такая дилемма. Я вот, например, рассмотрела на токсичного сотрудника и думала, вот, с одной стороны, мне с ним некомфортно работать, с другой стороны, он приносит прибыль компании. Имею ли я право вот взять и принять решение об его увольнении, если что здесь стоит? Мое, как бы, неудобство и прибыль компании. И я прям долго так в этом была проекте. Так, что же вы поставили на первый план, очень интересно. Но я проконсультировалась с более опытными коллегами на тот момент, мне сказали, конечно, его нужно увольнять, потому что комфорт руководителя, комфорт тех людей, которые работают с этим, он же не только мне, как бы, неприятен в общении. Если даже он мне неприятен в общении, только каков он, кстати, со своими непосредственными коллегами, то, конечно, нужно от него избавляться, потому что моральный климат в коллективе, он очень важен. От него зависит производительность не только одного этого человека, а всей команды. Всей команды. И не могу, опять же, с вами не согласиться. Скажите, а вот насколько у нас наши руководители крупных компаний, компаний средних, вообще вовлечены вот в корпоративную культуру? Вот, к примеру, таких профессионалов, как вы, экспертов, приглашают ли в компании, вот вы, в тренде, вы пользуетесь популярностью? Ну, это немного... Извините за нескромный вопрос. Давайте я вам отвечу по-другому. У нас есть, например, в Самаре крупное очень предприятие с иностранным капиталом, и когда туда приглашали предыдущего директора, у него был очень интересный послужной список. Он работал там и в автомобилестроении, и в молочном производстве, еще где-то. Сейчас вот его как бы там пригласили на совершенно новый участок работы. И журналисты задали ему вопрос. А как же так? Вот вы как бы никогда не руководили предприятиями подобного рода. Почему вас пригласили сюда? Он говорит, а какая разница, чем управлять? Если я умею работать с людьми, то особенность технологического процесса этого производства я выучу достаточно быстро. Самое главное, что я умею выстраивать процессы, и я умею работать с людьми. Вот то же самое. А вот мне сейчас пришла на память один из любимых моих советских фильмов «Москва слезам не верит». Помните там, как руководитель сказала? Когда ты начнешь управлять тремя людьми, уже потом тысячи не имеют значения. Это действительно так? Да, это действительно так. И специфика организации в данном случае, наверное, тоже здесь особую роль не играет. Ну, я помню, да, опять-таки, когда я стала заниматься чемпионатом мира по футболу, меня все спрашивали, ну ты же, где ты вообще, и где футбол? Я говорила, ну а какая разница? Процесс-то, я же не управляю не футбольным матчем, я управляю организацией процесса. А расскажите, кстати, вот об этом опыте. Интересно же? Вот сейчас уже, когда год прошел, может быть, какую-то работу проводили, свою внутреннюю, результат оценили. Расскажите вообще, что вы делали? Ну, я, наверное, назначну сначала, да, опять-таки, с точки зрения корпоративной культуры, я очень вообще благодарна, что у меня такой был шанс в жизни, что меня пригласили на этот процесс, потому что, действительно, как бы ничего не предвещало, это было довольно неожиданное предложение. Я очень благодарна, как бы, и руководству региона за то, что была выбрана именно такая, как бы, тактика проведения этого мероприятия. Не просто слепо выполнять требования ФИФА, а сделать для людей праздник, да. То есть вот у нас была не только задача организовать спортсменную мероприятию, у нас была задача сделать праздник для людей. Поэтому вот все городские структуры работали в едином порыве. Я все-таки, как человек с большим опытом муниципальной службы, я могу сказать, что это вот был прямо такой редкий, как скажем, пример единения. И мы действительно... Что вы делали? С кем вы работали, Екатерин? Ну, я работала со всеми областными чиновниками, со всеми городскими чиновниками. И у нас действительно было вот... Все решалось по звонку. Можно было любому чиновнику, знаете, сказать, вот у нас так-то и так-то, вот так-то и так-то. У нас были то, что сейчас очень, кстати, важный элемент корпоративной культуры, общий чат, в котором были и вице-губернаторы, и министры, и рядовые сотрудники, которые отвечали за свое направление. И так как я понимала, что наша задача сделать праздник, я понимала, что я не могу здесь только требовать жестко. Я понимала, что для того, чтобы люди создавали праздник, они должны чувствовать себя хорошо. Они должны чувствовать себя хорошо. Я понимала, что мне нужно, чтобы они чувствовали себя свободными, комфортными, чтобы у них была кооперация, чтобы у них была креативность, чтобы они могли кооперироваться. То есть уже не думал, кто за что отвечает, кто за что не отвечает. То есть все все делали для того, чтобы был праздник как для гостей региональной столицы, так и для жителей. Вот этот опыт проведения вам сейчас пригодился в вашей жизни? Ну, конечно. То есть, во-первых, это совершенно новые связи. Совершенно, да, новые... Ну, говорят, справилась. Совершенно новые отношения вот вообще между чиновниками, между теми людьми, которые были задействованы в этом процессе. Конечно, хочется что-то такое повторить. То есть ты уже выходишь на совершенно другой уровень задач. И тебе уже прям интересны такие другие задачи. Вот этот опыт мы как бы все равно используем. Например, я многому научилась за период проведения чемпионата. То есть учились все сами, да? Конечно, я сама училась. Теперь мне, например, не страшны любые переговоры без переводчика на английском. Я могу рассказывать одну и ту же информацию во много раз. Я понимаю, как важно создавать человеческое общение. Вот, например, к нам приезжали послы разных стран. Можно было просто их отправить в театр, да? То есть все, конечно, хотели посещать нашу оперу. А можно было сопровождать их на каждом этапе. Даже если они отказывались, то мы говорили, нет, ну давайте, нам будет приятно с вами сходить. Именно поэтому у нас так много завязалось отношений после чемпионата именно вот с посольствами тех государств, которые играли во время чемпионата. Ну я так думаю, что предложение такого уровня не заставит тебя, наверное, долго ждать, Екатерина. Тем более, что приобрели такой опыт. Но все-таки вернемся, да, к нашему разговору. Вот корпоративная культура подразумевает все-таки, наверное, определенные принципы. Строится взаимоотношение сотрудников. У всех, у многих сотрудников ведь и есть непростой характер. Начальство. Вот как вы считаете, все-таки какая форма более подходящая для корпоративного общения? Мы, в том числе, в виду там. Сотрудников, начальство, может быть, между собой сотрудников. Ну вот. Ну я бы, конечно, предложила, чем меньше формализма, тем лучше. Но здесь очень на что нужно обратить внимание. Любая компания проходит определенные стадии развития. Вот если, например, у нас маленький семейный бизнес, то, возможно, да, мы обходимся там без служебных записок друг к другу, без каких-то там реверансов. То есть я сказала, ты сделала. И мы как бы помним, что я тебе сказала, что ты сделал. Когда компания начинает расти, появляются дополнительные люди. Не все из них как бы, ну, ответственные, да, например. Поэтому вот возникает вот эта культура алгоритмов, культура служебных записок, культура контроля исполнения документов. Но в идеале все-таки нужно стремиться к тому, что вот я тебе сказал, и ты сделал. Да. И что я не должен тратить, я как руководитель, и не должна тратить свое время там на контроль, на перепроверку, сделал ты или не сделал. Вот действительно это так, и не каждый руководитель может, ну, чувствовать себя свободно. Субординация. Вот тоже такой термин, довольно-таки интересный. Вот как он вклеивается в понятие корпоративной культуры, и может быть что-то изменилось вот буквально там 10 лет назад и сейчас. Вот как вы считаете? Ну, несмотря на то, что я, конечно, сторонник такой, как бы, довольно демократичного стиля управления, я, опять-таки, провожу много времени со своими сотрудниками, я готова с ними обсуждать и нерабочие темы, потому что развитие моих сотрудников, вот это моя, как бы, тоже прямая обязанность как руководителя. Не только раздача поручений, но и их развитие, чтобы они видели, куда, какие двери перед ними дальше открываются. Шивка целей, чтобы они понимали, почему нужно оставаться и работать с нашей компанией дальше. Но, тем не менее, я и со своими сотрудниками, и со своими, как бы, руководителями придерживаюсь такого принципа, что с вышестоящим руководством я обращаюсь все-таки на «вы». И вот как, и руководитель все-таки первый среди равных. Он среди равных, но он первый. Екатерина, вы как руководители, вот путешествия, как современные университеты, а что вы можете сказать о личном опыте? Ну, я очень люблю путешествовать, это всем известно. Но, опять-таки, путешествия могут... Я никогда, вот, например, не хочу сказать ничего плохого, да, про Турцию, но я никогда не была вот в Турции, в такой вот all-inclusive, все включено, то есть я все время еду в какое-то необычное место. Потому что, если мы говорим про обучение, то есть, вот, например, если бы вы меня спросили, как, Екатерина, какие у вас, например, главные ценности в жизни? Одно из них я бы назвала постоянное обучение, постоянное развитие. И вот путешествие для меня как такой элемент постоянного развития. То есть я не просто смотрю, да, вот там лес, вот озеро, вот река. У меня постоянно происходят какие-то контакты с новыми людьми. То есть я, например, все время разговариваю с таксистами разных. Я очень много знаю про разные страны, вот общаюсь, например, с таксистами, общаюсь с местными жителями. Мне интересно, а почему вот такая кухня? А почему такие характеры? А какие привычки? Я посещаю театры, мне все интересно, там, музеи. И у меня все возникает, ага, вот это вот особенности, вот, например, там, такой-то культуры. А почему, интересно, они возникли? И, исходя из этого, ты как бы лучше понимаешь людей, и ты понимаешь, насколько мир многообразен. Когда ты понимаешь, насколько мир многообразен, Если кто-то тебе, например, нахамит уже в твоем родном городе, ну, да, бывает и так. Да, вот прям буквально перед нашим эфиром случайно в интернете прочитала фразу, да, умные учатся всю жизнь, а дураки так все знают. Поэтому учиться никогда не поздно и никогда не рано, и все время нужно постоянно как-то совершенствоваться. Ну, вот некоторые крупные компании, вот хотел с вами еще на эту тему поговорить, вводят систему анонимных сообщений, знаете, да? Вот любой человек может отправить руководству письмо с заметкой о беспокоящих вещах. Вот как вы считаете, вот это подрывает отношения внутри коллектива, либо наоборот делает лучше? Ну, я думаю, как? Это такой непростой такой вопрос. То есть смотря, о чем будут эти анонимные сообщения. И почему, то есть здесь вопрос, о чем они будут, эти анонимные сообщения, и почему вдруг они анонимные. То есть если, например, в компании такая корпоративная культура, что люди боятся говорить правду, а вынуждены, вот, например, писать анонимно, это, конечно, плохо, но хорошо, что они пишут. Тогда, если ты умный руководитель, если ты современный руководитель, а ты, скорее всего, такой раз ты ввел такую систему написания как бы анонимных сообщений, тогда ты можешь понять, что тебе нужно что-то изменить, прочитав, да, вот этих сообщений. И если ты будешь реагировать на эти сообщения, может, они перестанут быть анонимными, и люди начнут тебе писать как бы правду. Если ты ввел эту систему анонимных сообщений для того, чтобы собирать там компромат друг на друга, ну тогда, конечно, о чем вообще с тобой дальше разговаривать? Конечно, это плохо. Ну вот я что хотела бы сказать? Два кейса. Один международный, второй личный. На одном из японских заводов, еще тоже даже в советские времена, приехали наши представители и спрашивали, ой, слушайте, у вас, например, там, ну сколько, я знаю, там, 30 тысяч на рационализаторских предложениях каждый год. Как вы этого добиваетесь? Они говорят, ну просто мы любую жалобу рассматриваем как рационализаторское предложение. И раз людям что-то не нравится, значит, это нужно поменять, значит, это можно рассматривать как рационализаторское предложение. То есть это, с одной стороны, хорошо. А с другой стороны, тоже, когда я работала в бизнесе, я хотела вот вводить вот элементы корпопедики, корпоративной культуры, доброжелательной, такие элементы игры. То есть я понимала, что, ну вот писать эти сообщения люди будут или не будут. И мы повесили бы огромный такой плакат, там, формат А6 на стену, положили рядом фломастеры и задавали там вопросы. Что значит работать по-нашему, например, что вам нравится в работе в столовой, там, или не нравится. И это очень хорошо работало. И я хочу сказать, что изначально люди, мне сразу предупреждает, Ликвина Александровна, нужно повесить там, где нет камер, потому что люди будут опасаться. И сотрудники пытались выяснить, а действительно или нет камер в том месте, где они будут там писать эти самые свои сообщения, чтобы их... Ну, по ходу, то есть стали писать, стали даже подписываться, то есть это такой процесс очень длительный. И вот опять же, на память пришел вопрос, общаясь недавно буквально со своей знакомой, она мне сказала, вот ты знаешь, у нас появился человек в компании, который сидит и на первый взгляд, в общем-то, ничего не делает. И потом, как выяснилось, этот человек вот наблюдает за сотрудниками, как они выполняют свой функционал, ну и потом через месяц пишет докладную руководителю и рассказывает, вот что сделает сотрудник. Ну вот некий такой человек-докладчик, да. Вот такая система вообще откуда, кто ее вводит, и насколько вообще вы слышали об этом, вот популярны такие вещи в компании? Ну я думаю, что они не популярны. Конечно, я как бы слышала про такие вещи, но, знаете, у меня сейчас пришла в голову какая мысль, потому что она такая не очень красивая. Я слышала, что такие вещи бывают в тюрьме, когда в камеру сажают какого-нибудь человека. А я знакомый, слава богу. Который, собственно, такой человек, который слушает. Не столь отдаленных, да. И потом, ну, опять-таки, кстати, вот мы зря смеемся, но ведь многое в нашу, как бы, советскую культуру вошло из тюремной культуры, да, к сожалению. Да, и вот такой пример, он, конечно, очень неприятный. Конечно, я отношусь к этому отрицательному. Как это можно относиться? Ну это действенное. Я бы вообще не стала, даже если бы мне кто-то пришел и стал без моего даже запроса говорить плохо про другого сотрудника, ну, конечно, я бы не стала слушать и не стала бы принимать никаких мер. Неплохо. Рассказывают, что делал. Насколько выполнял свои функции, свою работу. Там один полдня в интернете просидел, там третий в косы. Слушайте, ну, если вам так интересно, во-первых, есть сейчас такие компьютерные программы, которые все это как бы учитывают, как используется рабочее время. Но я бы, вот, например, опять-таки, руководитель современной, думаю, что речь идет не о том, как ты тратишь свое рабочее время, а о том, что ты успеваешь за свое рабочее время. То есть выполнил ли ты, да? Выполнил или не выполнил. Лучше, если бы, например, сотрудники знали, что если они выполняют вот этот объем работы, они могут встать и уйти домой. Но у нас не везде так. То есть где-то считают, что с 9 до 6 ты должен отсидеть, даже если делать совершенно нечего. Да, совершенно нечего. Вот верную фразу сказали, но вот все-таки скажите, как правильно мотивировать сотрудников? Есть какие-то поощрения? За какие достижения они даются? Конечно, спрашиваю личный пример. Вот вы как своих сотрудников поощряете? Ну, во-первых, я люблю работать только с умными людьми. У меня есть такой недостаток. Поэтому своих сотрудников я могу поощрять чем? Ну, конечно, даже дополнительным обучением я могу их поощрять. Я могу их поощрять личным общением, потому что все равно людям приятно, когда ты с ними общаешься лично. То, что, например, я, например, знаю люди, которые много выкладываются в работу. Им будет очень приятно, если я буду идти, например, по коридору и зайду к мне в кабинет, и поздороваюсь, и поговорю, и спрошу, а что вы сейчас, а что вы делаете? Но именно не так, что, а что вы делаете, проверить вообще, что-то делаете или нет. А какие проблемы сейчас? А какой вопрос на повестке дня? Если я помню, как их зовут по имени-отчеству, если я могу припомнить, что вот он, например, на той неделе на меня отпрашивался, например, потому что ему надо было с дочкой куда-то сходить, там, не дай бог, в больницу. А на этой неделе я его спросила, как там дела у дочки? Если я его спрошу, как ты отдохнул? Это все тоже меры поощрения. Да, я могу вам говорить там про премии, но это как бы лежит на поверхности. У меня вот тоже был такой опыт. Когда я пришла работать в компанию, у них не было принято градация, там, главный специалист, ведущий специалист. И все, я думаю, а почему нет? Это же меры поощрения. Меры поощрения. Я провела им там что-то типа аттестации, к которой они готовились, и при этом аттестации мы присвоили вот такие звания. Для компании это не стоило ничего. Но людям было очень приятно. И человек подвигло наличие на рост какой-то. И он уже видел, что у него есть следующая ступенька. Вот он сейчас, например, здесь, он ведущий специалист, а потом он может стать главным, а потом он может стать руководителем департамента. Почему нет? Почему нет? Но все же, подводя итог нашему разговору, Екатерина, вот зачем все-таки руководителю стадоотачиваться на построении корпоративной культуры? Ну вот, может быть, тезисно, коротко, на какие бы советы ценные дали руководителям, возможно, которые нас сейчас смотрят? Корпоративная культура определяет все остальные процессы, которые происходят у вас в компании. Какую вы примете стратегию? Как она будет реализовываться? Как к ней будут относиться сотрудники? Какие цели вы сможете поставить? Мне кажется, просто здесь, ну, можно говорить много, но все самое главное, я сказала, через культуру определяется все. Вас, как эксперта, можно пригласить в компанию, чтобы вы помогли построить корпоративную культуру? Да, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Город Аси», Екатерина Иртикиева, эксперт в области корпоративной культуры, сегодня была в гостях. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok